добрый день давай поговорим про таксы у нас сейчас на этой неделе надо платить такси за дом и что так называем которые про парти такси за дом за то что у нас есть дом земля номер это 1500 200 земля только стоит постройка дешево стоит земля дорога стоит на которой это находится и эта земля на всю жизнь пока у нас есть этот дом это наша земля да вот меня ребята кстати спрашивали как-то вопрос вот например в израиле там ты покупаешь землю на какое-то определенное количество лет там скажем на 20 лет 20 на 30 лет даже такое то есть 30 лет закончилось неважно что продолжать жить в этом доме он то ты должен опять заплатить как бы какой-то налог да да а здесь то есть ты покупаешь на всю жизнь до дону пока они изменили закон земля твоя да ты можешь при покупке дома до купили землю и все это моя земля да и случаясь что с домом что-то происходит и мы должны то есть например случаясь он с гаррерой страховая компания должна его отстроить заново то они могут посолить где угодно такой же самый дом моя обязанность купить землю я могу купить землю завтра в торонто они отстроят такой же самый дом в торонто но торонто купить землю будет стоить миллион им было северном полюсе время в любой в любой точке канады они могут достроить то же самый дом да то есть вот так это здесь работает то есть могу всем продать при другом точке земли ними построят дом сельховой компанией и стоит это будет совсем недорого власти тысяч до строительства где-то устроиться на родом у нас строительство стоит на рынке 250 это дано допустим 300 мусор весь вывести там вот все этот разобрать разнести данный на радость куда 300-350-400 это весь мусор который надо еще и вынести куда-то весь 300000 у меня все эти нерасказану кости 300 мы же когда оформляли страховку уже они делают тебе вот это вот стимейшн ну так у нас постройка 344 тысячи долларов 370 ну что 270 я помню когда мы покупали дом и делали страховку нет ну когда мы делали не знаю что мы делали 376 тысяч 344 тысячи это лимит который был а что ну в общем и таким образом получается что вот вы купили дом и земля это ваша до тех пор пока вы будете ей владеть а вот property tax вы платите каждый год каждый год этот property tax меняется да кость ты говорим что я не совсем подавляет не было такого что я говорю а ты меня потом все время исправлять я хотела чтобы ты раскрывал эту тему ну если ты это говори и так я не знаю как это да каждый год это поднимается ну и с инфляцией каждый год это они поднимают пока то что мы живем они поднимают в среднем каждый год на 10 процентов уже два раза в год они поднимают по чуть-чуть и получается на 10 процентов это понимает мы платили 3 800 к нам уехали мы сейчас платим 4 400 уже да представляете за два года два года у нас же так это будет дать растения уже прислали чуть-чуть у тебя же микрофона нету а они они уже там это кому есть компания которая делает оценку дома и они уже надо 2020 года определили насколько будет так насколько цена дома будет расти а мы платим относительно цену дома да то есть они как бы как каждый оценивает каждые там полгода не не ценю раз они оценивают раз в три года и и каждые три года это будет не растение нас ближайшие три к три года цена дома будет расти допустим на 50 тысяч долларов вот и потом приходит муниципалитет и смотрит так цена этого дома поменялось между например 500 тысяч на 600 на 550 значит таксо надо пересчитать и они пересчитывают нам на этот год таксо таксо составляет из трех частей один идет муниципалитет а то отдельно не высчитывая сколько они хотят от по их нему бюджету на то что что вообще за что мы платим в таксах за что мы платим в таксах что входит туда да мы платим одна часть это муниципалитет мы платим другая часть оплатим школу и третья часть мы платим району район больше всего платим за район то есть на норс-йорк да это как округ наш округ и мы платим больше всего они тоже сидят свои по тем оценки которые сделала третья компания не все пересчитывают свои налоги и вот кстати когда мне спрашивают а вот школа как школа бесплатная но школа у нас бесплатная мы ничего не платим за школу там помимо если есть какая-то экскурсия то надо заплатить там если какие-то там книжки или какие-то там вечеринка или whatever мы платим но само образование как образование но бесплатная и как вы уже могли видеть из предыдущих видео там где и доша показывает сколько материала за год школа поставляет ребенку тетрадки учебников как таковых нет у них есть такие воркшит с которые учитель просто распечатывает для детей из книг и выдают просто по листам они не носят с собой учебники нету такого понятия как учебники да и все это и душка показывал так вот это денег не стоит но как бы вы не забывайте же мы платим таксы то есть вот эти пропорти такс налоги которые часть из этих налогов уходит на школу но пока нам это актуально потому что у нас дети которые входят в школу мы платим и мы говорим окей но представьте себе например пенсионеры которые живут в этом же районе у которых уже нету детей школьного возраста они все равно продолжают платить за школьный такс то есть такая не напрямую школу в школе платье это не напрямую конечно это не напрямую это как бы просто часть налога идет как мы против она образовательную систему в районе против косвенно косвенно но как бы смысл такой да ты все в этом все люди канаде подят налог на школу да кое свой дом они все будут у кого есть свой дом все это платят но понятно мы же рассказывать сейчас как это может уже может пенсионеры они у них где-то скидка пенсионеров но они все равно платят такси они должны платить данный налог на на этот дом на дом они должны платить может быть когда ты скидка мы не знаем пока еще пенсионеров в нашем окружении нету знакомых вот платим у них есть две возможности оплаты либо 3 первое можно им дать разрешение снимать деньги напрямую с вашего счета для него будут прислать только отчет мы сняли вам надо будет это будет сумму или как-то и буду забрать тогда вам будут присылать распечатку что вот была снята такого-то числа такая-то сумма вас уже как бы оповестят задним числом не этому они не площадь и до этого скоб какая сумма была снята или какая сумма будет снята ну да у нас вероятно чтобы в этой опции не пользуемся мы не пода то что наверите называлась урат кево мы это не делаем да мы не они нам присылают как-то кида чеки купоны чеки мы дам их сам не плачу чесно такой чек и мы сами оплачиваем это написано сумма которая должна быть уплачена к такому-то числу а да и сумма это разделена сейчас на платежи да да это сумма которая не учитывает в год сколько вот мы должны оплатить и они не разбивают эту сумму если им дать разрешение снимать напрямую деньги со счета то не это снимают один раз в году они это снимают одиннадцать раз в году все дни все месяца кроме декабря по той сумме которую не вы считаете то есть и добра 4000 долларов разделить на 11 сколько получается столько не будут снимать прямо за счета другая опция той которой мы пользуемся они нам просто присылают два раза в год по три чека не трогай дашь пожелать нам присылают два раза в год по три чека который мы должны оплатить до конца месяца то есть три месяца мы должны оплачивать что габриэль что-то с ней делают подушку дай подушку ты хочешь габриэль она хочет лечь поставь чтобы она могла лечь но я не могу туда достать ты же рядом сидишь ты за трое полгода нам же отправили за июль август сентябрь по 700 чем-то долларов это было марта-апрель-май 1 6 раз в год мы оплачиваем эти часа через банк возможности оплаты есть разные если вы не оплатили то не вам ставят пенальти как пенальти на русском будет штраф но обычно это все оплачивается это те возможности которые есть у нас у других если я знаю есть возможность платить их через маршруте за ипотеку то есть банк сам каждый месяц закрывает какую-то сумму себе и потом как-то смену муниципалитет он это переводит и есть такие тоже возможности у нас такой нет нам только даже не предполагали не предлагали а еще приходит один то есть нет такого разбиение кому сколько платить выплатим в одну контору муниципалитет они внутри сами разбираются кому сколько денег перевести ну все в общем короче мы едем часы музей а эти налоги наши еще один раз в год они плачут распечатку не в подробностях но в основном куда ушли налоги муниципалитета то есть сколько денег они потратили на пожарную службу сколько денег они потратили на улучшение парков на улучшение дорог тротуара ну и все городские службы сколько куда денег не на уровне зарплата на уровне уровне в основном то есть например на парк ему в этом году потратил на 100 тысяч на пожарную службу на проработали 2 миллиона если кто-то дотошно и хочет посмотреть куда точно деньги ушли то сколько на их телепсать есть бюджет и там уже можно всю информацию точно найти то есть все открыто будет точно указано куда потратили ваши деньги да 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 я кто заходил смотрел там было написано что есть какой-то постройка кого-то парка 200 тысяч где парк дальше да я что мне тут приехал приехали как-то правильно описывал вот все правильно ввел это должно было быть там мне тоже кажется там мне кажется не довел правильно что-то сейчас рассмотрим решим да и там можно все на диск там парк был построен 200 тысяч заняло у него